В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Начало отопительного сезона. Тепло в квартирах города появится с 12 сентября. Путь длиною в 70 лет. Свой юбилей отметил Саровский физико-технический институт. О любви к родине не только. Военно-патриотический клуб победителей Центра внешкольной работы провел день открытых дверей. Далее расскажем обо всем подробно. Отопительный сезон в Сарове начнется с 12 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Сафонов. Несмотря на то, что среднесуточная температура еще позволяет повременить с включением отопления, поступает огромное количество обращений от жителей с просьбой дать тепло, особенно от родителей школьников, написал глава города на своей странице в соцсети. В регионе похолодало с началом сентября. Температура воздуха днем держится на уровне 9-11 градусов выше нуля. При этом в ночные часы столбики термометров не поднимаются выше плюс 8, а средняя ночная температура составляет плюс 4-6 градусов. В драматическом театре прошло торжественное мероприятие в честь 70-летнего юбилея Саровского физико-технического института. В зале собрались почетные гости, ветераны, преподаватели, студенты института. Концертную программу представил академический мужской хор МИФИ. День рождения Саровского физико-технического института отчитывают от 1952 года, когда ВУЗ был создан как вечернее отделение Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Сегодня Саровский физико-тех – это 6 факультетов, 37 образовательных программ, 10 базовых кафедр совместных с ядерным центром, 11 научных лабораторий. Около 90% выпускников СРФТИ трудоустроены в различных подразделениях в НИЭФ. Мне очень хочется верить, что те молодые люди, которые приходят сегодня в наш университет и в его Саровский филиал, найдут среди этих задач ту, которая их зажжет, которая даст им смысл жизни, побоюсь этого слова, удовлетворению их профессиональной деятельностью. И когда через много лет они обернутся назад, у них будет твердое ощущение, что они прожили свою жизнь не зря и сделали что-то важное. Подводя итоги многолетней работы СРФТИ, руководитель Анна Сироткина рассказала об успехах студентов науки, спорте и творчестве, которые они продемонстрировали на региональном и федеральном уровнях. Слова благодарности и поздравления сегодня звучали в адрес педагогов, трудившихся в Саровском физтехе на протяжении многих лет и выпустивших не одно поколение студентов. Нас ждет с вами созидательное, великолепное будущее и очень интересная работа. И я хочу пожелать студентам, преподавателям, сотрудникам НИЭ, жителям города, я хочу пожелать веры в будущее, веры в, что эта федеральная территория была, есть и будет, федеральной, и она нужна России. Как записано президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем в книге при его посещении. Вы нужны России. Вы нужны России. Спасибо вам. На праздничный юбилей СРВТИ приехали педагоги из городских и сельских школ региона, а также почетные приглашенные гости. На мероприятии благодарственными письмами за вклад в развитие учебного процесса и науки наградили преподавательский состав и руководство СРВТИ. Мы гордимся тем, что у нас в нашем регионе есть такой замечательный ВУЗ. ВУЗ, которому уже 70 лет или еще 70 лет, потому что, конечно, для ВУЗа 70 лет – это только такое начало и старт пути. Пусть большее количество молодых людей, нашей молодежи остается в большом здоровье, потому что на самом деле то, что создается – это наукоград, наукоград будущего. В этот же день отметили юбилеи еще пять филиалов института. А торжественное мероприятие СРВТИ завершилось выступлением академического мужского хора МИФИ. Банк России продлил до 9 марта следующего года запрет банкам брать комиссию с физлиц за выдачу валюты с вкладов или счетов. Мера была введена в марте текущего года. Действие запрета должно было закончиться 9 сентября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Осеннюю сессию уроков по финансовой грамотности проведет Банк России. На онлайн-занятиях ученики и студенты узнают о правилах грамотного распоряжения личными финансами, принципах страхования и защиты от мошенников. Также на уроках они получат рекомендации о том, что делать, если финансовая организация нарушила права клиента. Впервые в число занятий включены уроки по истории денег, разработанные совместно с Музеем Банка России. Первый урок на тему «Как устроен финансовый рынок» 14 сентября в 9.30 проведет заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. 36 саровчан в прошлом месяце укусили клещи, сообщают эпидемиологи. По результатам анализов из шести выделили баррели. Однако случаев заболевания баррелиозом не зарегистрировано. Все пострадавшие получили профилактическое лечение. Также в августе выросло число заболевших ветряной оспой и микроспорией. Снизилось количество ОРВИ и обращений из-за укусов с животными. В музее Оловянного солдатика прошел день открытых дверей военно-исторического клуба «Победители». Мероприятие посетили воспитанники центра внешкольной работы, ученики образовательных организаций, студенты, дети и их родители. Вячеслав Лапашов вместе с активистами объединения провел экскурсию, а также рассказал о новом долгосрочном проекте, в котором смогут принять участие все желающие. В военно-историческом клубе «Победители» много разных направлений работы. В первую очередь молодежь принимает активное участие во всех патриотических мероприятиях города. Ребята возлагают цветы к мемориалам, отдают дань памяти погибшим в годы войны, помнят и чтят ветеранов. Последняя акция, например, была 22 июня. Мы ходили к «Вечному огню» от городского музея. Это была акция в память начала войны. Там мы возложили цветы и свечи. Нахожу это для себя действительно важным, потому что патриотизм – это основа человеческой личности. Человек должен любить свою Родину, человек должен гордиться ею. Руководитель клуба Вячеслав Лапашов на своей странице в социальной сети размещает информацию о всех мероприятиях, в которых принимает участие объединение. К новому учебному году для «Победителей» он готовит новый интересный проект, который мало кого оставит равнодушным. Город – страна сказок. Или сказочная страна. То есть будут отдельно строиться замки, отдельно строятся русские деревни, сказочные деревни, может, Легоград какой-то будет. Площадь достаточно большая. Каждое поселение будет отдельно, то есть как пазл будет соединяться, выставляться у нас в большой нашей комнате в классе. Собирать эти бумажные и деревянные домики в деревне смогут не только дети, но и взрослые. Участники будут разыгрывать сценки сказок с помощью маленьких фигурок и построек. Сюда можно прийти от детского сада, собственно говоря, и до любого возраста, здесь поговорить об истории. Здесь можно поговорить не только о истории оловянного солдатика, но и об истории вообще о жизни. Следить за информацией о музее оловянного солдатика и о работе военно-исторического клуба «Победители» можно через их группы в социальных сетях. 30, 50, а порой и 80 километров на велосипеде для участников движения велопрогулки выходного дня – обычное дело. Организаторы находят тихие маршруты без машин и шума города, где любители двухколесного транспорта могут насладиться поездкой, пока позволяет сезон. Подробнее о спортивном движении нашего города расскажем далее. Мы заметили, что многие саровчане убирают велосипед как средство передвижения по городу. С ним можно и в школу, и на работу, и в лес отдохнуть. Кстати, благодаря движению велопрогулки выходного дня у людей есть возможность попробовать свои силы в заездах разной сложности, а также насладиться природой Нижегородского края. Об этом спортивном движении мы узнали через социальную сеть ВКонтакте. Группа называется «Веловыход Саров». Там организаторы размещают информационные посты, где пишут дату встречи, маршрут, выкладывают фото. Вообще сама политика у нас группа такая, что мы ищем места, где не ездят машины. То есть стараемся выбирать лесные дороги, либо в полях какие-нибудь укатываемся. Ну, примерно так. А как определить для себя подходящий маршрут? Оказывается, у велосипедистов существует специальное обозначение, которое помогает выбрать нужную дистанцию. У нас очень многие, кто приходят, свежие новички, так скажем, они задаются вопросом. То есть, допустим, написано время, место, это все понятно, да? И пишется, допустим, катание зеленое или желтое или красное. Есть катание, грубо говоря, на короткие расстояния, когда любой пришедший может проехаться. А бывают такие расстояния, мы можем выкатить и на 50 километров, и бывает до 80 у нас доходят маршруты. Заниматься спортом вместе всегда увлекательнее. Ведь есть поддержка коллектива, получаешь профессиональные советы. Велодвижение Сарова может изменить жизнь горожан в лучшую сторону. Да просто хочется кататься, хочется активный образ жизни поддерживать. Ну и плюс круг общения достаточно прилично расширился за вот это время. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина», в которой рассказываем о животных приюта Мурдом в надежде найти им дом. В этом выпуске речь о кошках, которые идеально подойдут в семью с маленькими детьми. Трехцветную мамашку привезли из Темникова в Мурдом летом. В приюте очень ласковая, контактная, урчащая кошечка сделала большое доброе дело. В то время на попечении волонтеров оказались подсосные котята-сиротки. Их подложили мамашке, у которой как раз было молоко. Больше месяца она выкармливала приемных деток. Когда котята подросли, кошку переселили в вольер к взрослым животным. Она очень сильно тянется к человеку. И у нее есть одна особенность. У нее нет хвоста. И мы сначала подумали, что может быть это связано с тем, что возможно собака ее травмировала. Но потом волонтеры начали нам писать о том, что в той же местности, откуда ее забирали, были найдены еще такие кошки и даже котенок. И скорее всего здесь имеет место человеческая жестокость. Их там кто-то намеренно калечит. Отсутствие хвоста кошке никак не мешает. Мамашка подойдет в семью с детьми, в том числе и маленькими. Она очень общительная, любит ласку и внимание. Обожает, когда ее чешут за ушком. Еще один котик Лева приехал в Мурдом из Арзамаса. Там он жил на улице и питался хлебом. Леву спасли местные волонтеры и попросили пристроить его в Саровский приют. Здесь у нас Лева очень хорошо уживается с другими котиками. Он идет на контакт. Он тоже очень ласковый, очень хороший. Он с удовольствием играет с детьми. И тоже подойдет в семью, где есть маленькие ребята и есть ребята постарше. Потому что он не кусается в игре, он не царапает. То есть кот мега ласковый, такой мега мягкий, скажем так. И мамашка, и Лева очень ждут, когда за ними приедут и заберут в любящую семью. По всем вопросам, связанным с пристройством котов, обращайтесь к волонтерам по телефону. Плюс семь, девятьсот восемь, семьсот шестьдесят два, ноль девять, пятьдесят один. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и это всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 11 сентября там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая этого года. Также для них доступна новая акция. Три килограмма цветочного меда можно приобрести за тысячу рублей, три килограмма гречишного за тысячу пятьсот, а три килограмма липового за тысячу восемьсот рублей. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акация гипоаллергенин, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, своими железами и заложила уже в сот. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитеры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна новая акция. 3 кг цветочного меда можно приобрести за 1000 рублей, 3 кг гречишного за 1500, а 3 кг липового за 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 11 сентября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей!